Да, сильное веселье! Обхохочешься! Ты ни на что не похожа! Телемусор! Это что, бультика? И что это все значит? Ты лицемерный диванный клещ! Ну, вам нравится то, что мне кажется ужасным, так что... Я хочу испортить вам праздник, укажу вам на все недостатки. Не надо! Краски такие яркие, кошмары, будто радугой плюнули на весь экран. Да ладно! Что это за супергерои? Они шутят все время как клоуны! Да кто ты такой, чтобы судить? Я... И, кстати, о шутках. Юмор странный и вообще не смешной. Вообще не-а-а! Да что ты думаешь? Мне жаль современных детей. Раньше сериалы про супергероев были в сто раз лучше. В них было все, что нужно. Акшен, приключения и драма. Вообще-то, старые фильмы про супергероев просто ужасны. Их все смотрели только потому, что больше ничего не было. Что? Да вы обыватели! Я даже не стану сотрясать лишний раз воздух, чтобы доказывать, почему классические супергерои лучше. Я вам покажу. Встречайте юных титанов. Пять талантливых подростков. Робин. Чудо-мальчик, у него много разных гаджетов. Киборг. Мощная смесь человека и машины. Рэйвен. Мистическая волшебница. Бистбой. Недостающее звено между человеком и животным. И Старфайр. Быстрая и сильная инопланетянка. Принцесса-воин. Бесстрашная пятерка в самом расцвете лет борется с преступностью. Вот они, юные титаны. Вперед! Мы в нашей башне, но здесь все по-другому. Святые жесткие диски, и мы другие. Теперь наши головы пропорциональны нашим телам. Но я могу шевелить только головой и руками. Только глаза и рот делают подвижность. Страдают сервоприводы, стало хуже. Зачем ты говоришь такие слова, как сервоприводы, киборг? Я не знаю. Я пытаюсь сказать что-то другое, но не могу. Ага. Летящие гигаванты. Ага. Крутое оптоволокно. Ага. Ага. Все изменилось. Наша внешность, движение и речь. Фу, отличный прикид. Прямо супергерой. Что ты с нами такое сделал, ты, подлый негодяй? Я вернул вас к первым выпускам «Юных титанов». Вы клоуны тогда были лучше. Если это так, то почему мы еле двигаемся? Потому что бюджет тогда был настолько мал, что у них не было денег на красивую анимацию. В этом что-то есть, вам не кажется? Я превращаюсь только в одного животного, Ёлл. Верни все назад или хуже будет, пультяка. Не верну, пока вы не оцените качество классического мультфильма. Наслаждайтесь приключением, Титаны. Я считаю, это будет ваша лучшая серия на сегодня. Салют вам. Проклятие. Нам надо бежать отсюда. Я бы хотела побольше двигаться. Я тоже. Надоело мотать только головой из стороны в сторону. Вы же слышали, пультяку. Единственный выход – продолжить это приключение. Но как мы узнаем, когда оно начнется? Неожиданно на Титанов напали странные летающие звери. Юные Титаны вперед. Диноракетная дилемма. Дрожь амортизаторов. На нас напали динозавры. А я думала, хуже не бывает. Не волнуйтесь, друзья. Лобкий птицеранг спустит этих голубей переростков на Землю. Похоже, летят к таинственному острову в неизведанных водах. Ребята, полетим за ними на телете. Итак, Титаны отправились к таинственному острову в поисках робота-динозавров. Эй, кто это сказал? Это наш ведущий. Он все объясняет зрителям. Танцующий, идиоты. Он ничего не делает и просто болтает? Ведущий обиделся после таких слов. Он не просто болтает, он задает настроение. Ты болтаешь и ничего не делаешь. Любой сценарист знает, что нужно делать шоу, а не только говорить. Как делать шоу при малом бюджете? Никто ничего бы не понял, если бы я все не объяснял. Я нужен сериалу. На мне держится весь сюжет. Ведущий перестал оправдываться, потому что Титаны добрались до таинственного острова. Вот это да! Ой, ой, ой! Остров огромный! Надо все-таки найти этих динозавров. Здесь пригодится мой птицеранг слежения. А у тебя что, есть такой? Конечно! Ух ты! В этой серии все так неожиданно кстати. Субтитры создавал DimaTorzok